Сегодня Святая Церковь вспоминает всех православных верующих христиан, которые в годы гонений лютой и безборной власти за веру в распятого и воскресшего Господа нашего Иисуса Христа пострадавших. Их вина, а порою и приговор. Даже записанной в их судебные дела была одна – верующий в Бога. Ходил в церковь, молился с верующими. И вот эти строки уже были поводом для расстрела таких, как мы, русских православно верующих людей. Сохранился даже некий протокол допроса и выписанный приговор, вдумайтесь, агитировал ходить детей в церковь. И с правой стороны я лично видел этот протокол, написано – расстрелять. И стоит печать. Тройки. Вот такое было страшное время. Сегодня дети ходят в храм, сегодня приходят родители причащать своих детей. Но так было не всегда, дорогие братья и сестры. За приход в церковь, за молитву в храме можно было пострадать и быть убитым в нашей с вами стране. И как мы должны быть благодарны Богу за то, что через все муки и страдания, через все испытания и гонения, Господь благоволил на Руси сохранить веру в распятого и воскресшего Господа. И сегодня мы вспоминаем не только тех, которых церковь причислила к лику святых, а в 1991 году было принято решение о том, чтобы прославить многих святых. Уже началась большая работа по собиранию жизнеописания тех, которые в годы гонений пострадали за веру. И мы с вами знаем, что уже в 2000 году на соборе, в Священном Соборе Русской Православной Церкви, который возглавлял святейший патриарх Алексей II, который дважды был в нашем с вами храме, по его благословению было прославлено около тысячи новомучеников русских, которых сегодня мы с вами вспоминаем. В числе их один из первых, Владимир, митрополит Киевский. Вы слышите, Киевский, в Киеве пострадавший, первый один из новомучеников епископов, и Вениамин Петроградский, и Серафим Чичагов, и многие другие архиереи, священники, монашествующие, миряне, дети, взрослые, больные, здоровые, достаточно носить на себе крестик или исповедать себя православным, как можно было подвергнуться гонениям, заключениям, темнице и даже смерти. Мы с вами знаем, что настолько лютая власть возненавидела все церковное, все, что связано было со взаимодействием церкви и государства, были приговорены к страшной казни. В доме Ипатьева была расстреляна царская семья, государь-император Николай II, Александра Федоровна Романова и их дети Алексей и их еще дочери Татьяна, Ольга, Анастасия, Мария. Рука палача не пощадила даже младенцев. Маленького Алексия уже добивали штыками, им еще показалось, что он дышит. И вот представьте, какая власть пришла, ненавидящая Бога и церковь, разрушающая все, и мы с вами знаем из рассказов наших родных и близких еще, не только по фотографиям, по хронике, которая сохранилась. Мы не должны забывать этих времен, взирая на то, что происходит сегодня на Украине, мы видим, как снова захватываются православные храмы раскольниками, сектантами, которые устраивают там всевозможные безобразия, пляски, уже с животными заходят в храмы. Это что происходит сегодня? Поэтому, дорогие братья и сестры, мы с вами, как православные христиане, должны ходить в храм Божий, молиться Богу, каяться пред Господом за свои грехи и исправлять свою жизнь. Вот поэтому, дорогие, мне хотелось бы сегодня, в этот воскресный день, напомнить вам, дорогие, о том, что мы с вами в долгу перед теми, кто отдал свою жизнь за нашу с вами веру. И вот только что мы совершили с вами заупокойное литиею о тех, кто без вести пострадал. Ведь не все причислены к лику святых. А сколько невинно пострадавших в темницах, умученных от пожаров и утопленников. Сколько загубленных людей за веру, имена которых мы не знаем, но их знает Господь. И вот сегодня мы всех их поминали. За веру и Отечество, за Церковь Христову, пострадавших православных христиан. И мы с вами сегодня, помолившись, должны чаще обращаться к нашим русским святым сегодня. Все святые в земле русской за веру во Христа пострадавшие, молите Бога о нас. В сегодняшний воскресный день Церковь предложила нам удивительное Евангелие. Истинно говорю вам, кто возносит себя, тот унижен будет, а кто унизит себя, возвысится. Когда вокруг Христа окружали Его люди, которые возносили своими добрыми делами, Христос привел собравшимся удивительную притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей вошел поближе к середине, а мытарь стоял там, поотдаль. И фарисей молился, «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие грешники. Я два раза пащусь в неделю, уделяю десятины всего, что приобретаю. Хорошо, что я не такой, как вот этот мытарь. И он осудил мытаря. А в это время этот сборщик налогов стоял и молился, бия себя в грудь со словами, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Он ничего больше не говорил, он ничем не похвалялся. А чем ему похваляться? Он действительно был грешником, он это осознавал и брал иногда больше, чем положено. Молился мало, жил неблагочестиво. Но Христос, взирая на эту молитву, говорит собравшимся. Истинно говорю вам, что тот, самый мытарь, вышел оправданный более, нежели фарисей. Эта притча удивительная по смыслу, заставляет нас с вами, дорогие, задуматься. Господь являет всего два образа молитвы. Фарисейскую и молитву мытаря. И обращают именно на нее наши с вами взоры. Мы когда приходим в храм, мы тоже молимся. Вот хорошо, что мы уже исправились. Хорошо, что мы уже живем по-другому. Не такие, как прочие, которые в храм не ходят. И не постятся, и не молятся. Мы уже постимся. Вот готовимся к великому посту. Вот именно поэтому в начале поста церковь и предлагает нам в приготовительных неделях неделю о мытаре и фарисее. Чтобы мы сделали из этой притчи очень важные три урока. Итак, первый. Никогда не превозносись. Никогда не хвались. Никогда не хвастайся. Сколько у нас бывает желаний похвалиться. Вот как фарисей. Хорошо, что я, слышите, и дальше пошли перечисления. Хорошо, что я вот живу в семье. Там не одна семья. У меня нет разведенности. Там нет у меня грехов. И человек начинает похваляться этим. А второе. Мы должны никогда не осуждать. Вот фарисей осудил. Мало того, что хвалился своими добрыми делами. Эти дела действительно были нужными. И поститься нужно. И в храм ходить нужно. И молиться нужно. И милостыню раздавать нужно. И все это делал фарисей. Но все это он попрал своей гордыней. Своим возношением добрыми делами. И обнулил их. Поэтому иногда наши добрые дела служат нам в погибель. Потому что они пробуждают в нас чувство гордости, тщеславия, себя любия, высокомерия. Вот почему Серафим Саровский говорил. Всякое доброе дело, сделанное не во славу Бога, оно не служит нам во благо. А многие люди говорят, а я и так добрые дела делаю. Я в храм не хожу. Я добрая. Я и так спасаюсь. Есть такое хорошее четверостишее. Кто думает спастись делами, ответьте на такой вопрос. Когда бы мы спасались сами? Зачем тогда бы страдал Христос? Очень важно нам понять, что мы не своими добрыми делами спасаемся, а милостью Божьей, смирением. Потому что смиренным Господь дает силу, благодатную силу все преодолевать. Немощное врачевать и оскудевающее восполнять. А гордым Он противится. И вот сегодняшняя притча Христа об этом. Не превозносись никогда, не хвались своими делами. Пусть тебя другие похвалят. А сам никогда о себе хорошего не говори. Мы с вами знаем в разговоре с людьми, которого встретишь или которую, как она любит о себе рассказывать всего хорошего. Ой, какая я и была, и хотела, и ездила, и то, и другое, сделала и сделала. И тем самым эти люди теряют то, что приобрели. Нам порой нужно даже приостановить таких людей, чтобы они не потеряли через похвалу в самих себя те добродетели, которые с таким трудом приобретали. А с другой стороны, мы должны сами не осуждать, как мытарь, как фарисей. Мы должны, наоборот, смиряясь, вспоминать свои грехи. Мы должны вспомнить свои ошибки в жизни. Вот только захочется нам похвалиться. Вспомним, сколько раз я падал, сколько раз меня Господь поднимал, сколько раз я исповедал свои грехи и снова к ним возвращался. Господи, будь милостив ко мне грешному, уже буквально на сердце ложится эта молитва. Она так и называется молитва мытаря. И, конечно, дорогие, мы должны извлечь и третий урок. Как бы ни были тяжкими наши грехи, мы должны приобрести смирение. У Авва Дорофея есть хорошее выражение. Смирение ни на кого не гневается и никого не прогневляет. Как это понять? Если человек обрел смирение, он видит свои грехи, он работает над исправлением самого себя, он уже чужих грехов не замечает, он уже никого не осуждает, он всех прощает. А без осуждения себя, без видения своих грехов, бесчисленных, как песок морской, нельзя научиться смирению. Вот почему святые отцы говорят, начало духовной жизни – это видение, вы слышите, своих грехов, не чужих, не соседских, своих грехов, бесчисленных, как песок морской. И вот если ты увидишь в себе всю грязь, всю низость твоего падения, и вдруг услышишь, кто-то тоже как ты упал, ты руку протянешь, ты помолишься, ты поможешь грешнику, как Христос пришел спасать не праведников, а грешников, таких, как мы с вами, призвать к похаянию. Вот потому и сказал он, блаженный нищий духом, як у тех есть царство небесное, а нищета духовная-то есть, смирение, видение своих грехов, других не осуждение, а работа над собой в исправлении и в покаянии. Вот почему церковь поет уже с сегодняшнего дня «Покаяние отверзи мне двери, жизнодавчи», потому что засовы дверей моего сердца заржавели, все засовы уже не открываются моими усилиями, Господи. Ты отверзи мне двери моего покаяния, Господи, жизнеподатель. Вот если мы так будем молиться, то мы поспешим на исповедь. Я хочу тех, кто не исповедал своих грехов, пригласить вас. Не откладывайте, дорогие братья и сестры, на долгую пору этого спасительного таинства. Как голодный человек, который уже теряет силу от того, что долгое время не ест, и думает, что уже когда-нибудь потом продукты дадут ему силу жизни, ошибается. Когда уже человек ослабеет, он даже не сможет усвоить то, что ему дадут в качестве подкрепления в пищу. Вот так и люди, которые живут, «Да потом покаюсь, я так сейчас поживу еще, а стареньким буду, или там когда-нибудь поисповедую грехи свои». Не откладывайте покаяние. Уже может не остаться духовных сил на покаяние. Вот почему мы просим сегодня, мы, разленившиеся, грешные, заблудившиеся, у Господа просим покаяние. Ты, Господи, отверзи нам, жизнодавчи. Дай Бог всем нам, дорогие братья и сестры, покаяться, смириться, никого не осуждать и не превозноситься. Вот эти уроки и извлечем из сегодняшнего евангельского благовестия. Мир всем вам, Божье благословение и ангела-хранителя. Аминь.